Как бы вы сформулировали главную цель этого сбора, вот именно в своей части работы? В этой первой части сбора. Мы прежде всего стремимся к тому, чтобы заложить серьезную аэробную базу команде, в объеме отражается это прежде всего рабочим, и постепенно, по мере того, как игроки будут адаптироваться до нас, как игроки будут адаптироваться, в направлении интенсивности. Какую именно работу вы предложили сейчас игрокам, и в чем отличие от прошлой зимы, от прошлых зимних сборов? Есть небольшое отличие. В этом году по сравнению с предыдущим команда практически готова, сделана. Они кое-что уже понимают, есть определенный концепт, которыми владеют. Это означает, что в подготовке я могу уже сделать шажок вперед. Они развели в себе определенную культуру, приноровившись к нашей манере тренировок. Это позволяет нам продвинуться в подготовке, в формировании команды. Явилась ли у вас проблемой очень длинная пауза зимой в украинском сезоне? Что это требует от вас в вашей работе? В Лиге украинской области, что требуется от вас в вашей работе? Обязательно сложно контролировать команду, когда у команды целый месяц каникул. Это зависит от профессионализма каждого игрока. Я, в таком случае, на время этой паузы даю им определенную работу, которую они должны выполнять, для того, чтобы они не выходили из формы, и для того, чтобы к тому моменту, когда они придут в первый день на сборы, и для того, чтобы все команды были в однородном порядке, на однородном уровне. Как вы определяете, выполняли игроки работу во время отпуска или нет? Когда начинаются сборы посредством определенных контролей, тестов, контролей физических, контролей веса, мышечных контролей. Ты, естественно, понимаешь, определенный игрок находился в течение месяца в бездействии или же? Или работал, по крайней мере, минимум того, что от него требовалось. И что показали тесты, которые вы провели в первый день сбора? Какие выводы сделали? Большинство пришли в хорошей форме. Таким образом, никакого шага назад сделано не было. Таким образом, спокойно мы можем работать сейчас, достигая тех результатов, которые были поставлены с самого начала. В команде всегда бурно обсуждают результаты взвешивания. Можете поделиться, какие показатели вы снимаете и о чем они говорят? В команде всегда обсуждают весы, результаты веса, контролей. Ты можешь сказать, какие результаты вы получаете? Какие индии вы получаете при контроле веса? Ну, контроль, который мы делаем, это машина, которая называется магнитическая impedансия. Эта машина предоставляет нам данные по сложению, по конституции телесной полностью. В данном случае, количество мышц, из которых состоит тело, количество воды, которая есть в теле и жира, все в килограммах. Таким образом, полный у нас контроль исчерпывающий об уровне каждого из игроков. Сейчас, вот за первую половину сбора, какова динамика изменения состояния игроков? Какова динамика изменения в форме игроков? Если есть какая-то динамика, какая-то тенденция, как они изменены, как они изменены. Как они изменены, как они изменены. Есть что-то очень позитивное. Чем мы очень довольны. Чем мы очень довольны. Как я лично, вот как тренер физ подготовки. Как и мистер, естественно, довольный этим. Мистер, как главный тренер, как человек, который отвечает за команду целиком полностью. А именно эти игроки, Оленик, Зазумль, Калинич. Которым не так просто было влиться в команду и выйти на уровень всех остальных. В этом случае не можно говорить о Боатене, потому что он не здесь. Но это тоже точно так же. О Боатене мы не можем говорить в данный момент. Потому что его сейчас нет с командой. Хотя абсолютно похожий случай. Эти игроки сейчас выходит на очень хороший физический уровень. Потому что когда они присоединились к команде, они находились в очень плохой форме. И это, что сейчас делает команду, это дать большая компетитивность. Это привело к тому, что сейчас конкурентоспособность внутри команды повысилась. Маттеус работает на очень большой уровне. Как и все остальные, работают на очень высоком уровне. Таким образом, мы положительно настроены на остаток сезона. И, в целом, на формирование команды. В чем состоит наша цель? Есть ли вообще в Днепре игроки, которые выделяются по каким-то показателям, какими-то уникальными качествами, может? Есть игроки, которые выделяются по своим физическим кондициям. В этом случае есть большая большая часть нашей команды, которые выделяются по своим физическим кондициям. Таким образом, в нашей команде есть люди, которые физически выделяют свои силы, выносливости. Какой-то пример, наверное, хотите знать? Хотелось бы, да, болельщикам, думаю, будет интересно. Нужно повторить, что Кравченко С первого взгляда видно, что Кравченко обладает прекрасными качествами. Конопленко тоже отличными физическими качествами обладает. Мансюк тоже. Иван Стринч тоже. Иван Стринч тоже. Большинство, большинство очень полные в смысле того, что, в общем, очень полные в профессиональном смысле игроки. Кто из вашей карьеры целиком, вот кого вы сразу можете выделить, что самый в чем-то или кто поразил вас чем-то, каким-то качеством своим? Я впрессионал. Если есть какой-то игрок, который тебя импактал, по своей качествам, и ты продолжаешь. Если есть много, и кто больше, и кто больше, и кто-то является неожиданным, по своей интенсивности по своей интенсивности, как на тренировках, так и в матчах? Дани Альбес. И, одновременно, Также другой игрок, очень мощный, Галдбейн. Мог бы назвать других игроков, множество. В Реал Мадрид, конечно, есть игроки огромной физической мощностью. Снайдер, несмотря на то, что он невысокий, но в физическом плане совершенно полный игрок. Много есть игроков, большинство, профессионально. В смысле они лучше и лучше, эти игроки в физическом плане. Вы в футболе уже практически 20 лет. Какие изменения за это время произошли в вашей области? Какие тенденции наблюдаются? Какие изменения произошли в вашей области работы в этих лет? Не было много изменений? Была тенденция, которая была направлена на изменение на крен в сторону скорости и взрывной выносливости. Это было вызвано тем, что игра ускорилась, стала быстрее. Сейчас играется быстрее в мяч. И, естественно, игрок должен был адаптироваться как можно быстрее ко всем этим изменениям. Поэтому мы, тренеры по физподготовке, на что должны были бы направить наше внимание? Прежде всего, на улучшение взрывной силы. И, в итоге, на выносливость. Выносливость на взрывную силу. Для того, чтобы игрок, вместо того, чтобы сделать в течение матча 12 взрывных очень быстрых действий, смог бы сделать 16, 18, даже 20. Расскажите немножко о себе, о своей карьере, как учились своему делу и с чего начинали. Я рекомендую немного о твоей карьере, о том, как вы учили, куда начали. Я в полупрофессиональном смысле занимался, потому что я еще продолжал учиться. Теннис. Теннисом занимался. Спорт нравился мне очень. И, когда я дошел до возраста 18 лет, я должен был принять решение, то ли продолжать в университете учебу, то ли, может быть, вложить пару лет в моей жизни для того, чтобы просто играть в теннис и все. Возможно, из-за того, что я не особо верил в свои данные как теннисиста, я посвятил себя учебе. Я учил свою учебу в Гранаде, в городе около 300 км от Севильи, от моего города. И там в спортивном университете. У меня была возможность изучить динамику, устройство других видов спорта. Волейбол, плавание и футбол стали моей специальностью. И, позже, я получил специальность в третьем уровне в студии, в высоком уровне в студии. Таким образом, затем, в третий уровень обучения, звание доктора, я уже получил специальность высокая спортивная отдача. В целом, 7 лет в университете, изучая спорт. И, когда я закончил университет, когда я закончил университет, твое обучение? Первое, чем я заинтересовался, что меня привлекло, было улучшить, отточить свой английский. Я уехал в Ирландию. Просто учить английский язык. Потом, когда я на следующий год вернулся в Севилью. Я работал в школе, преподавателем. И, после этого, начинал тренировать Севилью Б, вторую команду Севилью. И, ну ладно, я уже была возможность работать уже 26 лет. В первой дивизии. Быть тренером Севильи. Основной командой. Странно, да? Любопытно, что были игроки, которые были старше меня Просинечки, например, тоже Просинечки У меня были хорошие отношения с ним, очень хорошие Работал я с ребятами, с начинающими игроками в том числе И начиная с третьего года моей работы в Севиле Я решил начать мое приключение и поехал в Эльче Такую команду из Аликанте Команда в тот момент находилась во второй лиге Б То же самое, что третья лига И поехал на контракт в течение одного года Мы поднялись во вторую лигу в тот год И я провел пять лет в команде До тех пор, пока я снова не переписал контракт на три года еще Но через общий знакомых, друзей Позвонил мне Хуанде и предложил такую возможность поработать с ним Для того, чтобы поехать в Малагу Команду, которая подписала его Не раздумывая, закрытыми глазами я поехал с ним Позвонил, что он уже был известным, уверенным тренером в высшем дивизионе испанского футбола А я очень амбициозный, я считаю, что я победитель Всегда Поэтому я не боялся рисковать Всегда Я никогда не видела, что это может быть негативным Потому что я получил три года в контракте И идти с Хуанде Это означало только один год К тому же Мое решение оставить Эльчи Это означало, что я разорву контракт на три года, который я подписал Но с Хуанде я собирался уходить только на один год И до того, как вы уже знаете историю Хуанде лучше, чем мою Это та же самая история У нас та же самая история, одинаковая Год в Малаге Год без работы Но затем уже три года в Севилье Много титулов Выиграть полтора года в Тоттенхеме Еще один титул был заработан Выигран Затем Реал Мадри ЦСКА И Днепро И сейчас Еще у нас впереди Выигрыш титулов еще впереди Маркос, наверное, именно такая психология победителя Желание быть первым помогало гонять по полю звезд Реала Раньше того же просенечки Мне нравится быть позитивным всегда Пытаться передавать игрокам Желание, желание, мою волю играть, тренироваться, выигрывать. И в данном случае даже пускай это покажется не совсем правдой. Тренировать в Наполе, имеется в виду Реал Мадрид, это очень легко. Не просто совершенные звезды мирового масштаба. Лучшие в техническом плане. Но также в физическом плане они одни из лучших. Всегда волнуют из лучших. Очень хорошие профессионалы, очень. Разница между ними и игроками из других команд. Когда они делают какой-то шаг неправильный. Все понимают, все это на публике. Все все знают. Поэтому они должны быть очень осторожны в этом смысле. Очень молодые. И естественно, они молодые люди. И иногда не ошибаются, и иногда поступают так, как, возможно, не должны были поступать. Это случается во всех командах. Вы сказали, что в университете изучали сразу несколько видов спорта. Как знание природы того же тенниса, волейбола, других видов помогает в футболе? Очень много. Потому что плавание на чем базируется? На гидродинамическом аспекту. В этом случае биомеханика, это очень серьезный раздел знаний, который необходимо иметь в виду. И в волейболе. Командная игра, командная составляющая преобладает над любой другой составляющей. Так что, из всех видов спорта, ты можешь извлечь какой-то позитивный аспект, который тебе может помочь в любом другом. Вы находитесь сейчас в потрясающей физической форме. Это вы поддерживаете для здоровья, для себя? Или считаете, что тренер должен быть в состоянии сам показать какие-то упражнения, сам проделать весь комплекс занятий с игроками? Я не считаю, что ты должен быть на таком же уровне, как игроки. Логично, что мы говорим о спорте. Спорт, здоровье. Здоровье тоже нужно передавать и изучать. Мне не нравится, когда тренер по физподготовке или первый тренер. Когда он слишком тучен, скажем так, много лишних килограмм. Мы говорим о тренере. И он должен показать какой-то пример. Он должен здорово выглядеть, здорово. Поэтому, если я это делаю, то поддерживаю себя в форме, потому что мне это нравится, во-первых. И потому что это идет на пользу моему здоровью. Обычно все спрашивают про адаптацию футболистов в новой стране, в новой команде. А как освоились днепропетровские тренеры лично вы и ваша семья? Что вы думаете о тренерах в футболистов в новой команде? Как вы, в слову, как вы оцениваете о губах, как вы оцениваете о Украине? Как вы оцениваете о тренерах в начале? В этом начале было хорошо, потому что это помогает людям из клуба, во-первых. Люди из Днепропетровска в целом, которые были очень любезны, приятны в общении с нами. Очень комфортно мы живем вообще-то. Сейчас, конечно, немножко менее комфортно из-за температуры, это понятно. Мои дети, они еще маленькие, они адаптируются прекрасно к любой ситуации. Мы с супругой, то же самое, то же самое. Быть вместе, всей семьей, это лучшее, что может способствовать на искорейшей адаптации. Вместе с тем, нужно признать, что культура совершенно отличающаяся от испанской культуры. Не хочу сказать, что она хуже и лучше, нет. Благодаря нашей работе мы вообще смогли познакомиться с несколькими разными культурами. Как внутри своей собственной страны, нашей собственной страны, ведь мы работали в разных городах, так и в целом, уже за пределами страны мира и его. И жить в другом стране, я раньше был в Ирландии, теперь в Иглата, в Руссии. Это заставляет тебя относиться толерантно, принимая все различия, которые могут быть между разными культурами. Это приводит к этому. Одна из тех вещей, которые мне привил мой папа, когда я был маленьким. Это вещь, которую я стараюсь притворить в жизнь, которую я поддерживаю целиком и полностью. Это то, что толерантность, это лучшее, что может быть для общественных отношений, для отношений в обществе. Толерантность означает уметь понимать людей. Почему в данном случае они проживают именно так? Почему они относятся к чему-то не так, возможно, как я? Семья с вами ездит везде, где вы работаете? Семья с вами ездит везде, где вы работаете, где вы работаете? Да, да, всегда пытаемся, логично, когда я начну работать в другом месте. В начале мне требуется время, чтобы самому адаптироваться, найти. Найти дом, грубо говоря, организовать быт. И также, как произошло с Днепром, этот контракт начинается в половине, скажем, в одной из школы. Как произошло в Днепре, сезон у нас начался уже в разгаре. Учебного года не нравится прерывать течение учебного года. Не сторонники этого? Как бы вы в целом охарактеризовали Украину, Днепропетровск, жителей Днепропетровска, вот после года жизни? Плюсы и минусы человека, который впервые посетил наш город, познакомился с нашими людьми. Какие shit проблемы, впечатления, 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 впечатления и впечатляет, парамперсона, Maine и emailed уже об этом. По поводу инфраструктуры, я считаю, что улучшения еще должны быть. Коммуникации, понимание жизненного устройства. Общение, коммуникация между людьми должна была быть лучше. Но я не могу в этом, потому что я должен понимать, в какой ситуации находится каждая семья, каждый человек. Но это правда, что в этом случае улыбка и радость делают более приятное пребывание в каком-то городе, в каком-то части мира. Нельзя сказать, что это из-за климата. Потому что все-таки большинство мест, которые мы проводим в Украине, очень хорошую погоду. Я понимаю, что в Англии характер несколько холодный, потухший. Потому что почти всегда идет дождь. Очень сложно останавливаться такие ситуации на улице или просто поговорить. Но я думаю, что Украина имеет много вещей, которыми нужно пользоваться, которыми нужно наслаждаться. Я надеюсь, что Евро 2012, я уже чувствую, вижу это. В период к тому, что в Украине улучшится много чего. И вот это единство, которым сейчас объединены люди, надежда на то, что все получится хорошо. Пускай это единство сохранится и после чемпионата Европы. Я из украинцев, с которым я познакомился. Я об этих людях могу говорить только хорошее. Потому что в чем мне было нужно, они предложили мне свою помощь. Болельщик Днепра, кстати. Я в восторге от того, как они поддерживают команду. Потому что видно в них страсть. Я прекрасно понимаю, что они, естественно, не могли смириться с той ситуацией, которую сложили в этой команде. Потому что мы тоже были недовольны, надо признать это. Поэтому сейчас наша задача поменять все это. Были проблемы с адаптацией многих игроков. Но сейчас я, как мистер и остальные технические команды. На настоящее время как я, так и мистер, так и другие представители тренерского штаба. Отмечают позитивные моменты. И понимают, что команда уже подхватила идею, которую прививают к месту. И самое важное – это видеть желание, стремление команды сейчас в победе. Я думаю, что эти сборы будут важны в этом плане. Для того, чтобы увидеть это радикальное изменение, происходящее с командой.